Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Жара в нашей местности продолжается, ну правда ходят тучки, где-то они проливаются благодатным дождиком, но на мой участок дождь не доходит, ни одного не было в последние дни. Хорошо, что есть воды в достатке. Рассказывал, как я пересаживал огурцы, и поскольку схожесть у них оказалась плохая у одного сорта, то пришлось сделать пересадку. И вот видно, что огурчики начинают уже оживать, да практически, собственно, выглядят уже вполне нормально. Вот эти два растения пересажены, и с ними все в порядке. Они находятся вот в такой своеобразной тепличке, она служит как раз для притенения в жаркую погоду. Но кроме огурцов, решили пересадить еще и другие культуры. Вот здесь освободилось место после редиски, и были излишки сходов арбузов, вот как раз они сюда были и пересажены. Здесь хочу показать, как притеняю пересаженное растение. Для этого очень хорошо, как выяснилось, подходят вот такие вот ящики. В них перевозим готовую продукцию. Они вот решетчатые, и немного солнца попадает на пересаженные растения, но солнце не печет очень сильно. И вот эти арбузы чувствуют себя после пересадки очень хорошо. Причем даже на всякий случай пересадил арбузы, которые покрупнее, вот они, тоже они практически не болеют. Вот такая интересная конструкция помогает очень хорошо. Вот эти ящики применять оказалось очень удобно. Еще упоминал, что кукуруза некоторых сортов взошла тоже не очень хорошо. И вдохновленный положительным опытом пересадки, решил пересадить пару растений кукурузы на пустое пространство. И с использованием притенения вот этими ящиками. Пересаживала с комом грунта, и кукуруза тоже принялась и выглядит вполне нормально. Но, к сожалению, ящиков не хватило. Вот такой пришлось использовать ящик. Но он тоже неплохо притеняет, и кукуруза целенькая. Это при том, что температура под 30 градусов. Ну а на втором участке, где растет кукуруза, сходы более или менее нормальные, тут ничего пересаживать не потребовалось. Кроме того, я показывал, что дыня взошла не очень хорошо. И, к сожалению, какой-то злобный вредитель ликвидировал один росток. А в теплице выросла самосевом дыня, где они выращивались в прошлом году. И вымахала вот такая. Она росла рядом с вигной. И, несмотря на то, что дынька довольно крупная, было принято решение ее тоже попробовать пересадить. Что и было сделано. И вот, благодаря вот этому притенению, видно, что дынька после пересадки, она была пересажена еще вчера. Ну, сначала, конечно, листики росток опустил. Но сейчас дыня расправила листики, приподнялась. И, судя по всему, она будет расти дальше хорошо. Вот такая интересная получилась история с дынькой. Но один единственный старый слабенький росток, который остался, он тоже здесь рядышком. И я думаю, дыня теперь этого сорта будет в наличии. Чем хороши ящики? Можно, конечно, укрыть растения и различным укрывным полотном, с помощью каких-то небольших дуг и так далее. Но дело в том, что ветер, который часто поднимается в эту пору, он может все это рвать, ломать. А вот ящики, положил, они стоят очень плотно, крепко. И практически защищают растения от жаркого солнца очень хорошо. Так что дела в огороде идут своим чередом. Мелкие вот такие неприятности устранены. Теперь, надеюсь, дальше погода будет более благосклонна. Все остальные растения взошли нормально. Ничего пересаживать больше не требуется. Еще одно растение капусты, правда, болеет. Ну, капусты в запасах. Наверное, пересаживать ее не буду. В конце пожелаю всем огородникам хороших всходов, хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.